Добрый вечер! Я Ирина Евгеньева и смотрите сегодня в информбюро. После землетрясения. Куда обращаться для оценки ущерба? Какие документы нужно собрать жильцам? Вернулись и я вот уже увидела вот эти все трещины. Как доказать, что трещины появились после толчков и положена ли компенсация от государства? Загадочная смерть в Шемкенте выясняет причину суицида школьницы. Хорошо общалась с адекасниками и уважала учителей. Что произошло? Связано ли это с буллингом? Фальшивый сайт. В Министерстве финансов опровергли информацию о компенсации гражданам. Что за новую преступную схему придумали аферисты? Общий ущерб составляет почти 80 миллионов тенге. Как им удается создавать фейковые новости и государственные информационные платформы? Систему раннего оповещения о землетрясениях в Алматы проверит Антикор. Инициаторами грядущей проверки стали общественники. В социальных сетях появилась информация, что программу стоимостью свыше 1 миллиарда поставила компания, принадлежащая внуку первого президента Нурали Алиеву. Учитывая дороговизну оборудования, общественники недоумевают, почему система оповещения до сих пор не работает. Причины выясняла моя коллега Динара Нургалиева. По данному факту, департаментом агентства по городу Алматы зарегистрировано обращение от общественного объединения Адельдекжолы. Материалы сейчас направлены в уполномоченный орган для проведения проверки. На столичном брифинге представитель антикоррупционного ведомства заявил, мол, будут проверять обоснованность затрат на автоматизированную систему раннего оповещения о землетрясениях города Алматы, и которая в ночь на 23 января не сработала. Установка 28 сейсмостанций для ДЧС Мегаполиса обошлась в приличную сумму – 1 миллиард 128 миллионов тенге. Эта закупка привлекла внимание руководителя общественного объединения Адельдекжола. В своих социальных сетях общественник Дидар Смогулов упомянул компанию поставщика этих услуг, которой владел Нурали Алиев, внук экс-президента Казахстана. Немаловажный фактор для нас, как для экспертов в сфере мониторинговых закупок, то, что договор был заключен из одного источника. В свое время были очень сильно, скажем так, усложнены условия участия в конкурсе, и мы предполагаем, что, возможно, здесь была заточка по конкретную компанию. Ну и четвертое, то, что было и в СМИ в прошлом, в 22-м году, это аффилированность с Нурали Алиевым. То есть здесь ряд факторов говорит о том, что если есть коррупционные риски, и эту закупку нужно проверить тщательнее. Впрочем, у общественников немало вопросов и к самому департаменту по ЧС города Алматы. В прошлом году на 225 миллионов тенге спасатели закупили более 23 тысяч информационных табличек. Это указатели со схемами прохода в пункты сбора населения в случае чрезвычайных ситуаций. Но появляться на улицах они стали лишь после землетрясения, говорят пользователи сети. Оно же уже должно висеть. Да, должно висеть. Сегодня ДЧС Алматы вновь сделал заявление. Мол, прежде чем запускать систему раннего оповещения о землетрясениях, они еще полгода будут ее тестировать. Тем временем негодуют им ожилисмены. Гугл через андроиды сообщил об этом алматинцам. Мы почему-то получили информацию от мировых сервисов, но только не от нашего МЧС и не от национальных операторов. Возникает такой вопрос резонный. Кто должен в критической ситуации позаботиться о нас? Билл Гейтс или может быть Илон Маск? Что с нашей системой оповещения происходит не так? Почему не срабатывают каналы связи? Озадаченные этим вопросом народные избранники предложили на законном уровне ввести понимание мгновенных сообщений. Их рассылку должны осуществлять операторы связи без промедлений. Тем более, как оказалось, такой продукт в стране уже разработан, но не запущен, отметил в кулуарах Мажелиса, вице-министр цифровизации. Вопросы технологического несоответствия, которые произошли, я прошу задавать оператору связи, почему у них так медленно рассылается СМС сообщение. Технологии есть в мире. Такое решение есть и у нас в Казахстане. Со стороны государства требуется финансирование. Пока чиновники вместе с депутатами в поисках решения вопроса своевременного оповещения населения о приближении природных катаклизмов, общественники переживают, что проверка антикора может затянуться на несколько месяцев. И виновные лица могут избежать ответственности. Президент Казахстана прибыл в Алматы с рабочей поездкой. Ожидается, что Касым Жумар Токаев примет участие в совещании по вопросам сейсмобезопасности. Там же сотрудники департамента ПУЧС представят отчет об обследовании зданий после землетрясения. В мегаполисе работает комиссия. Специалисты по обращению граждан обходят дома. За два дня члены комиссии Алмалинского района проверили 24 многоэтажки. Дамир Анитов с подробностями. Боялись, что здание может рухнуть, рассказывают жители этого дома. Этому строению полвека и во время тряски дом начал расходиться по швам. Причем буквально трещина в несколько метров проходит над парадным входом. После ремонта, естественно, не было. Это появилось буквально 23-го ночи, когда мы спускались и увидели вот эту трещину. Хадил Хадуном и новенький ЖК. Весь дом в микротрещинах. Железная дверь у одного из входов едва не упала. А в доме этой женщины за обоями отошла штукатурка, отваливается кусок стены. Вернулись, и я вот уже увидела вот эти все трещины, уже спокойно как бы осмотрели квартиру. Ну, как-то так, не знаешь, как теперь, кто это будет восстанавливать. Думаю, что Акимат все-таки, тем более, где малоимущие, думаю, что Акимат должен как-то восстановить сильные повреждения. В ДЧС рассказали о порядке обращений граждан. Если после землетрясения появились трещины, нужно зафиксировать дефект и отправить фото и данные в районное управление ПЧС. Все случаи зафиксируем. Соответственно, комиссия выезжает, составляет акт. После этого, после окончания экспертную организацию, независимую, да, экспертную, и там уже ущерб будет, они считают. Потом соответствующие решения будут комиссии. Так кто будет восстанавливать повреждения? Мы обратились с этим вопросом к мажоресмену. Его можно замазать, спокойно. Это как обои меняете, когда хозяин этого объекта. То есть, это соцобъект, это больница, это главврач должен заказать у себя в управлении здравоохранения, либо это школа, управление образованием, заказать, что у меня вот такая трещина пошла. А эти живые. Прошу. А жилой дом есть КСК. Все будет ясно только после полного анализа обращений и актов обследования. Ведь комиссии предстоит убедиться, что дефекты образовались после землетрясения, а не до него. Как это будут делать, пока не ясно. Дамир Анитов, Влад Шишко, Информбюро. В Ак-Тубе чиновники решили снести новостройки, которые признали аварийными. Почти год в домах на 48 квартир никто не живет. Все это время власти судились за стройщиком, пытаясь вернуть в бюджет 345 миллионов. Но проиграли. Теперь подают новый иск. Что будет с семьями, которые были вынуждены покинуть свои квартиры? И кто возместит ущерб государству? Узнавала Эльмира Ержанова. В иске чиновников к строительной компании суд отказал месяц назад. А уже в январе без изменения оставил апелляционную жалобу. Впрочем, работники Акимата намерены вновь подавать заявление. В отделе строительства по-прежнему требуют, чтобы застройщик вернул бюджету 345 миллионов тенге, выделенных на постройку двух домов, и снести их ввиду аварийности. Но для начала эти дома должны перейти на баланс государства. Так как Акимат города и отдел строительства в лице отдела строительства не являются собственником данного, суд исчел, что мы являемся ненадлежащими истцами. Жители передадут его на баланс, соответственно, должны передать на баланс городу. Город, как является собственником, будет подавать в суд. Либо будут подавать все жильцы, но, соответственно, Акимат города будет сопровождать весь процесс до конца. Дома, построенные по госпрограмме Норлужер, дали трещину весной прошлого года, начиная с фундамента. Трещины появились и внутри квартир. Людей срочно переселили в другие дома, а эти признали аварийными. В марте Акимат планирует предоставить людям альтернативное жилье, а дома с трещинами демонтировать. Правда, за чей счет пока не ясно. Так же, как и то, удастся ли им вернуть бюджетные миллионы. Нужно ужесточать требования в целом, то есть нужно приводить системные изменения, в том числе в рамках контроля за текущим строительством. Здесь, наверное, должна появиться так называемая рамка государственной регулировки экономики, какая-то, условно говоря, определенная госмонополия на строительство. И в том числе социальное жилье, в первую очередь, наверное, массово должно строить государство. То есть не средний класс, не бизнес жилье, не первый класс жилье, а именно социальное жилье. Есть у чиновников претензии к фирмам, которые отвечали за авторский технический надзор проблемных домов. Но и здесь суд не встал на сторону Акимата, посчитав, что предъявлять их нужно было при приеме домов в эксплуатацию и до истечения гарантийных сроков в три года. Также судья вынес частное постановление, по которому в отношении должностных лиц отдела строительства Акимат должен был принять меры, чего на сегодня не сделано. Ровно через неделю казахстанские дети получат начисление по программе «Нацфонд детям». Сейчас ведутся подготовительные работы. Об этом рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде. Специалисты также ответили на вопрос, что будет с деньгами из «Нацфонда», если ребенок умрет до наступления совершеннолетия. Подробнее расскажет Анастасия Новикова. Казахстанцы, которым исполнилось 18 лет в этом году, получат начисление на свои индивидуальные счета по программе «Нацфонд детям». В нее не войдут те, кто достиг совершеннолетия в прошлом году. Всего в программе примут участие 7 миллионов детей. Порядка 300 получат отчисление лишь раз, так как в этом году отпразднуют свои 18-летия. В ЕНПФ также рассказали, что будет с деньгами в случае несчастного случая. В случае смерти ребенка, наследники, определенные законодательством, обращаются в Единый накопительный пенсионный фонд с соответствующими документами. После рассмотрения этих документов наследники могут получить эти целевые накопления на свои банковские счета. При этом наследники могут использовать эти деньги без обязательных целей. Дети же, достигшие совершеннолетия, смогут получить накопленные отчисления и использовать в двух целях – улучшение жилищных условий или оплаты образования. При этом общественники говорят, было бы неплохо расширить перечень целевого назначения денег, хотя бы в оздоровительных целях. Я думаю, если, допустим, не ожидая 18 лет, что можно будет при каких-то заболеваниях, да, можно было бы на реабилитацию детей, чтобы было меньше процента инвалидности. И вообще искоренить, чтобы вот инвалидизацию дальнейшую, лечение за рубежом. Потому что во главу угла все-таки нужно ставить, в первую очередь, здоровье. Пока такой миссии программа не несет. Первые начисления будут произведены в начале февраля. Проверить их можно будет по ИИН ребенка на сайте электронного правительства для граждан или единого накопительного пенсионного фонда. До 18-летия деньги будут храниться в инвалюте, а на момент выдачи конвертируются в теньги. Если ребенок не использует эти средства по назначению в течение 10 лет после совершеннолетия, то деньги будут переведены на его индивидуальный пенсионный счет в ИНПФ. Анастасия Новикова, Довран Абдиев, Абзал Требеков, Информбюро. В Костанае школьники могут остаться без питания. Тревогу бьют арендаторы столовых. Все из-за того, что с ними не продлили договор и объявили новый конкурс. Такое решение отдела образования поставщики считают незаконным. Между тем, с нового года стоимость школьного питания выросла на сто теньги. Чем аргументируют чиновники от образования свое решение, узнавала Нина Шапо. Не успели в Костанае утихнуть страсти по поводу удорожания школьного обеда, как снова в сфере питания назревает скандал. Продлевать договор на Новый год с поставщиками отдела образования отказался и объявил новый конкурс. В дело даже вмешалась Ассоциация розничной торговли и общественного питания. По их словам, если поставщики и отдел образования не договорятся, дело дойдет до суда. И пока владельцы столовых будут отстаивать свои права, дети могут остаться без обедов. Данный договор заканчивается 31 декабря и пролонгируется еще дважды в случае отсутствия нарушений со стороны поставщика. У нас законодательство РК распространяется везде, кроме отдела образования вашего города. Это на самом деле возмутительно. Это не просто барьер. Это барьерюще, через которое предприниматели сейчас перескочить не могут. Поставщики ссылаются на правила, согласно которым, если их не внесли в список недобросовестных, то договор должны продлевать без конкурса. Но им предложили поработать еще два месяца, чтобы на это время не оставить детей без питания. В отделе образования считают, что санитарное состояние столовых оставляет желать лучшего. Поэтому решили не рисковать. В декабре была проведена проверка СЭС совместно с прокуратурой. Была проверка и находили по поставщикам, палочки были обнаружены. Поэтому мы решили заключить на два месяца и объявить конкурса. Так как у нас качественное питание, как говорится, некачественное. Но вот только надзорный орган с позиции отдела образования, что интересно, оказался не согласен. Школы они действительно проверяли, но результатов проверки еще нет. И вот эти нарушения, которые сейчас вам отразили, это были предметом проверки только в январе этого года. Которые завершены только 18 января. И в основу, как претензии, они на сегодняшний день не могут лечь, поскольку мы еще не внесли акцию надзора. Поэтому и не доводили до отдела образования, по сути. Поэтому, как одной из причин, мы считаем, это необоснованно. В Ассоциации розничной торговли и питания отметили, что в других регионах эту проблему решили еще, как говорится, на корню. В Костанае же пока компромисса не достигли. Законно ли решение отдела образования? Отказать в продлении договоров будет выяснять прокуратура и антикоррупционная служба. Интересно одно, почему с поставщиками обсудили вопрос по повышению стоимости питания, а работу в будущем году с ними же поставили под вопросом. Нина Шаппо, Жанебека Кимжан, Информбюро, Костанай. Продолжаем эфир. Кибермошенники с начала года вышли на новый уровень. Злоумышленники создали фейковый сайт Министерства финансов и предлагали гражданам обращаться туда за выплатами компенсации от государства. При этом люди должны были вносить свои персональные данные. На самом деле таких выплат нет, но люди верят и попадают в ловушку. С начала года злоумышленники уже неоднократно совершали свои преступления, прикрываясь Министерством финансов. В мессенджерах WhatsApp распространяют сообщения о якобы новом постановлении. В нем говорится о том, что гражданам Казахстана положены выплаты в размере от 100 тысяч тенге. Для того, чтобы проверить начисления, пользователям предлагают пройти по ссылке, которая ведет на фальшивый сайт Министерства финансов Республики Казахстан, и ввести свой ИИН. Злоумышленники даже создали фейковую новость, которая была опубликована на поддельной странице одного из популярных интернет-порталов. Указанные в рассылке сведения не соответствуют действительности, а прикрепленная ссылка ведет на фальшивый сайт, созданный от имени ведомства. Напоминаем, что вся официальная информация размещается на официальном портале Министерства финансов Республики Казахстан. Мошенники заманивают свои сети казахстанцев, прикрываясь звездами, телеканалами, общественными деятелями. Зачастую видео монтируется из отрывка новостей, где известные люди с поддельной озвучкой говорят о быстром заработке или инвестициях. На самом деле ведущие новостей рассказывают совершенно о другом. Точно так же подделывают и интервью людей, которые якобы зарабатывают миллионы. Найти создателей таких роликов непросто, говорят полицейские. Сложность раскрытия таких преступлений в первую очередь связана с их трансграничностью. Проведенными мероприятиями в этом году к уголовной ответственности привлечено 828 лиц, совершивших более 3000 интернет-мошенничеств. В сентябре в Усть-Каменогорске задержаны трое жителей города, совершивших более 50 фактов интернет-мошенничеств. У них изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, с помощью которых они совершали преступления. Общий ущерб составляет почти 80 миллионов тенге. Самым распространенным видом обмана у кибермошенников является реализация несуществующих товаров и услуг. На втором месте – звонки от сотрудников банков, на третьем – оформление онлайн-займов. Но на смену уже известным уловкам пришли новые, более продуманные и хорошо замаскированные. Всего же количество кибермошенничеств за последние 7 лет выросло в 10 раз. Крагандинцы обнаружили мертвые души в своих квартирах. Лишних жильцов они выявили случайно, получив коммунальные квитанции. Выяснилось, что некоторые горожане платят за себя и за кого-то еще. Как такое возможно и что делать в таких случаях, расскажет Людмила Батюшкина. Светлана просит не показывать ее лицо, боится неприятностей на работе. В последние несколько месяцев стала замечать рост начислений в квитанции за холодную и горячую воду. Пеняла на повышение тарифов, пока случайно не выяснила, что такая же история у ее подруги. В приложении невозможно проследить количество людей. А посмотрев бумажный вариант, который не всегда доносит до почтового ящика, я обнаружила, что я плачу за двоих. Живу одна прописана, одна в этой квартире. В Светлане живет одна, ее подруга тоже. У них в квартирах нет приборов учета расхода воды. Первая не хочет их устанавливать, вторая не может из-за конструктивных особенностей разводки. Поэтому платят по количеству проживающих. И это количество действительно оказалось завышенным. Обычно число зарегистрированных в квартире граждан монополист определяет по порталу ЕГОВ, но порой их корректируют. Сотрудники энергоснабжающих организаций, в частности, по изменению количества по данному адресу, с одного на двух человек было произведено в апреле месяце по акту, представленному Караганды-Су. Оказалось, сотрудники компании Караганды-Су составили акт после опроса соседей. Те и сказали, что видели в квартире двух жильцов. В ходе обхода инспекторами-контролерами устанавливалось фактическое количество проживающих человек и составлялись соответствующие акты. В дальнейшем поставщик определяет согласно акта количество недоучтенной воды. В случае несогласия потребитель вправе обратиться с письменным заявлением к услугодателю с приложением сведений с электронного правительства ЕГОВ о регистрации по месту жительства и месту временного проживания. Исправить данные о мертвых душах не так просто. Нужно прийти в офис компании-услугодателя лично с доказательствами. Вот только людей возмущает, почему приписывают лишних людей быстро, а убирают только через обивание порогов и сбор документов. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Больничные листы в Казахстане теперь будут оформлять только в электронном виде. Как отметили в Минздраве, это упростит жизнь как работодателям, так и гражданам. Полностью переработан и сам бизнес-процесс. Пациентам теперь не нужно приходить в поликлинику, чтобы получить больничный лист. А работодателям подписывать его обратную сторону на бумажном носителе. Все будет вестись только в электронном формате. Лист нетрудоспособности можно будет найти в сервисе Един Саулыкн и на портале, а также в мобильном приложении egov.kz. В этом году мы полностью исключим бумажные больничные листы, так называемые синие бланки строгой отчетности. Второе. Факты об открытии больничных листов также будут передаваться работодателю со согласия гражданина. Если раньше работодатель узнавал, что работник заболел только постфактум, то есть больничный лист приносили, когда уже работник выходит на работу, то мы теперь будем оповещать в момент, когда больничный лист открывается либо продлевается.